Горяков про эту грушу. А где у вас предыдущее письмо? А вот всем здравия! На прошлой Груша, которую обрезаете. А вы эту нам хотите медовую показать? Ну давайте посмотрим. Так, минуточку. Это та самая знаменитая. Я думал про свою. Это та самая знаменитая груша, которая войдет во все будущие учебники. Она войдет в эти самые программы обучения, как дикий невероятный случай. Я еще расскажу. Женщина сказала, караул, 7 лет груши, а она не эта. Спросила, не глубоко ли закопали, наоборот, может быть мелко закопали. Спросила совета. Совет был страшный, смертельный. Отрежьте вот эту ветку. Это пол груши. Вот эту, эту, эту. И остается где-то четвертинка. Если вы это считаете, все с дикими ранами. Вы ее, это, погодите, а может вы имеете к ней какое-то отношение? А не только мы с этим самым, с, 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 моим братом, за который, это, мы перевали долг, потому что нас, это, буквально опустили. Так, я сейчас попробую обратно, зайти, я как-то быстрее не могу. Вы посмотрели сейчас на, или на, сейчас, сейчас. А, вот. И вы про эту грушу. Тогда, почему, может быть, это ваши все-таки, это вроде женщина про это писала. Сейчас. Так, или на Гусева. Ваше письмо. Я до конца буду. Нудно. Сергей Галюков. Представим. Чем здоровья. На прошлый фебинар, что на речи груши, которые все. Я думал, это ваши груши. Это ли обрезы. Здесь у меня не жняет память, а там сорт медовая. Это груша с пониженной мезонстойкостью. Всего до 28. Возможно, она не плодносит 7 лет, по прошлой причине, вы можете взять плодовые почки. Нет, вы знаете, она не выглядит это. Так, мы, наверное, с рукой, чем нет. Так, сейчас мы на ней закончим. Сейчас, смотрите, хорошо растут эти набрезки груши подвайной бутылки. Подвозьменно привыкают к земле. О, еще будут письма. Конечно, я не хочу туда возвращаться, я все-таки еще раз. Дело в том, что, да, допустим, вы знаете, вы, наверное, прочли где-то что-то. Если это сорт медовая, то она должна выдержать 28. Это не обязательно. Жизнь написала, что она привитая. Так, возможно, она может выдержать и 30, и 35 градусов. Ну, больше, вряд ли. Тем более медовая, да. Другое дело, что мы не поняли сразу, оказывается, что речь идет о той самой знаменитой фотографии, которой войдет в учебник. Потому что это было страшно, когда две эти мережевки ополчились на моего брата, а брат, значит, парит со мной. Ополчились, потому что он смел сказать, помните, как он сказал, «Пожалуйста, не отрезайте». А, он же тоже был право дать советцев. Ладно. Он попросил, пожалуйста, не отрезайте, что эти четыре рамы на концу. Вот. А если отрезали, то, пожалуйста, это. Простите, подогревай. Из-за этого столько грязи. А, и мы потом говорим, «Брат, ну, успокойся. Ну, валидол, валидол». Мы дело в том, что дали возможность так тему раскрыть. Вот. А потом она написала, где-то что-то, какую-то страницу закрыла. А знаете, она там не написала, почему. Она подверглась критике уже не нашей. Вот. Ее уже там ругали все, кому не лень. Потому что это же... Для любого всех это дойдет, что нельзя вот эти четыреветки отрезать. А потом еще взяла. После этого там еще 10-20 этих комментариев. А потом пишет, нет, не 40 садил, а 50-90. То есть опять спор на инструкцию, потому что сама, видимо, ничего не это. Своего опыта нет. Я бы тогда подумал, ну, если вот эти 40-50, 40 пропадают. Так их надо убрать. Инструкция, закон. Их так учили. Совсем он исправил на 50-90. Да потому что вот эти счеты. Ну, это уже верная смерть. Тут еще вдруг проживет год-два. Вот. Благодаря вам. Спасибо. Благодаря вам. Мы с вами вернулись к этой теме. Вот только теперь обратно. Ну-ка. А вот нет. Первое смог. Так. Теперь. Оказывается, еще есть письма. А вот вы же и пишите. Груша не моя, я просто смотрел вебинар. Да. Только первый вебинар на этой теме был год назад. До сих пор не оправданий, не извинений. Это и не это. Не по праву, что-то мол, извините. Ну, поверил своими счетами. Многие тебе говорят, которые говорили, резь. И не думай. Вот она и резала. Так. Что с вами, Сергей, мы разобрались. Смотрите. Когда снимаем мою бутылку, здесь небольшие корешки. Обрезка грушевого черенка. Так. Ну, грушевые черенки пойдут только там, где... Мне кажется, Питер уже не пойдут. В сухих районах. А у вас есть корла. Я не знаю, как вы сказали. А то есть она с сухими или с сухими районами. Ну. Что я скажу. Интересно? Разрешайте. Багринцы. Болеви Костюмич, Привык, Ченков, Туторо. Практически все прижились. Груши приживал на яблони и на грушу. Приживались хорошие. Сливы прижал на сливы на вишню. Не дам прикос. Будем жить. Дожданин Багринцы. Понимаете меня, ученики? С такими результатами. Я не леник, это самое. Никакитничный. Я вас всех уважаю. Ваш волшебник. Тем более, Ченки Туторо это все в новинку. Первый год. Так. Как же я смотрю, эти груши на яблони и срок жизни не долгий. Год два. Потом просто не проснулся. У меня подольше, где-то до десяти лет. Вот. Ну и сейчас понятно, это еще зависит от индивидуальной совместимости. Так. Ну что, наше время истекает. Николаич, что там еще писали? Ну, правда, не вижу. Потом перестали. Ну, давайте еще подождем. И будем закругляться. Вот. Меньше у нас не стало. А я сейчас посмотрю. Видите, свежих хранилий. Говорю, свежих хранилий. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, и вам, друзья, спасибо. Знаете, за что? За то, что вы не даете мне покоя. За то, что вы слушаете. Это такой стимул. Если бы вы знали, что такое неделя, то это каждую ночь складывается в какие-то уголы. Текст складывается. Забывается, снова складывается. Недавно сделал велик открытие. То есть, можно вспомнить про него. Так жалко. Начал говорить про эти. Еще пока тренировался на одном человеке, да. Про гепатогенные зоны, про биополе. Оттуда получил несколько сигналов. Не сметь. Еще и заткнулся. Не могу сейчас так рисковать, как раньше рисковал. Так. Пишет Николаевич из Оскара Лусарова. Я думаю, я, можно сказать, как Питер. И при этом еще. Ну, это. Давайте пока не будем продолжать разговор. Просьба будет писать фотографию корененных груш. Посмотрим, какие они большие, маленькие. Сколько им это плодоношения. А может плодоносить. Все, что есть, вы весь, всю торбу в это выгружаете. Ну, сейчас уже все. Наше время село, друзья. Вот, еще раз говорю. Еще есть возможность как-то мне продать несколько, хотя бы, книги. Последние двое. Так красиво. Я еще вот это, знаете. Сейчас книга. Я отправил Макару Алексею. Привет, Алексею. Я не видел, если нет. Или потом посмотрите. Я отправил 80 брошюр. Сколько вы заказали, мы оплатили 1000 рублей с пересылкой. Вот. А пересылка получилась 400 рублей. А 80 брошюр, это положил чуть больше. Это вот столько, как книга. Вот. А потом, когда последние двое ко мне обратились, говорят, хотел книгу, 600 рублей, говорю я. И уже на кема, говорю, не 400, а 300 за пересылку. Надо, хорошая, ни один, ни другая. Денег не прислали. Мне кажется, что одно дело 600, а уже 900 уже как-то не вяжется. Как-то дорога кажется. Поэтому они деньги не прислали, я к ним не вышел. Вот. Это почта. Про 400 рублей за пересылку, я молчу. Так, ну что, друзья, покончили. Вот. Контора больше не пишет. Я с вами прощаюсь. До свидания. Кому спокойной ночи, сибирикам, дальневосточникам. Вот. Кому приятно весело, европейцам. Я вас всех уважаю. Посмотрите, сколько она становится. А осенью. Сотни людей пришлют фотографии с плодами. Сотни. И ни один не пришлют и не скажет, это дикарь. Ни один. Вот. Голову хоть сября на плаху положил. Ни один. Вот это и есть настоящее современное садоводство. А не то, что вырастут. С местным садом, при свободном выпылее, вырастут. Диски и жердели. Слово жердели через запятую. То есть вырастет грянь. Никогда. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Вот. Тебе хорошего отдыха решения. Я подключаюсь.